Всем доброго дня и полноценного здоровья. Прежде чем приступить к теме, хочу сразу всех предупредить об высокой степени серьезности данного посыла. Если кто не догоняет тему или в принципе не приемлет ниже сказанное, я вас очень прошу не гадить в комментариях, а тихо уползайте в туман. Мною было множество рассказано, что почти 30 лет, кроме основной бурной деятельности по электронике, я занимаюсь биоэнергетикой и знаком со многими видами энергии, которыми сам пользуюсь или изучаю. Поэтому довольно легко ориентируюсь в их разнообразии и могу анализировать, насколько другие исследователи вам преподносят свое видение или выдают желаемое за действительное. А теперь по теме. Хотел бы сообщить некоторую почти секретную новость по моим исследованиям в вихревой медицине. Это касается непосредственно посоха. Пока ролик выложу с ограничениями, только по ссылке. Посмотрю на реакцию и если адекватность будет в норме, то открою для всех. В общем, произошло следующее. То, что посох, в отличие от другой атрибутики вихревой медицины, обладает биоэнергетическими возможностями, я уже почти год как объясняю. А еще я как-то в этом ролике, в самом конце, после 54-й минуты, рассказал еще об одном очень важном свойстве посоха. Это изгонять инфернальных сущностей или проще энергетических паразитов. Но тогда этому событию никто никакого значения не придал. Да и я сказал тогда, что у меня уже были некоторые результаты по этому поводу. Но пока я на 100% подтвердить возможность полноценного действия не могу. Так как очень сложно уговорить испытываемых пройти это испытание. Тем не менее, более месяца назад мне удалось уговорить дойти до меня и провести сеанс. Но речь не шла о серьезном обряде, а просто была цель расшевелить энергопаразита и попытаться ограничить его деятельность воздействием посоха и моих способностей. Но тем не менее, произошло то, что в религии называется экзорцизмом. Или в нашем христианстве отчиткой. Чтобы было яснее, о чем идет речь, конечно, кто не в курсе, я немного пробегусь по Википедии. Заодно разъясню определение. Экзорцизм с запрещением бесам Обычный или обряд в рамках различных религий и ворований, состоящий в изгнании из человека или места бесов или другой вслижившись в них силы, путем принуждения одержимого лица к прочтению молитвы или иного ритуала, той или иной степени сложности. Тут, правда, никто никого не собирался принуждать к прочтению молитв, но тем не менее, ритуал какой-то делался. В христианстве Согласно христианскому учению, бесы могут вселяться в человека. Это называется одержимость бесами или беснования. Из знания бесов Иисусом Христом из людей описано в Евангелии. В частности, слова изгоняемого беса стали крылатой фраза «Имя мне легион». Также говорят о бесах алкоголизма и наркомании. Чтение молитв или каких-либо заклинательных текстов для исцеления называют отчиткой. Примечательным является слова Евангелия. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. То есть, если дом не будет заселен духом святым, через богомыслие и богообщение его могут заселить другие духи. Экзорцизмом в Писании занимались не только Иисус Христос и его апостолы, но также и иудейские заклинатели. Иногда неудачно. Но некоторые из иудейских заклинателей, сгонявших духов, те, что тоже ходили повсюду, принялись называть на теме, в ком были злые духи, имя Господа Иисуса, и говорили, заклиная вас Иисусом, которого проповедует Павел. И делали это семь сыновей некого скевы, иудейского главного священника. И привел я его к ученикам твоим, и они не могли его исцелить. Также знанием нечистых духов занимались и простые люди, уверовавшие во Христам. Прессим Иоанн сказал, наставники видели человека именем твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против нас, тот за вас. И ситуация складывается такая. Именно изгнанием может заниматься священник, причем не один, целый экогорт, в который определяют место, где, когда и что, и в какой последовательности. Причем начинается вычетка с того, что как минимум полчаса-час читаются молитвы, проводятся специальные обряды, которые доводят до состояния изгнания для того, чтобы подготовить к этому действию. Но ситуация сложилась так, что все вышло фактически за минуту. Хотя в любом другом случае, как обычно в церквях и монастырях, это проводится где-то полчаса, а то и час. Я одно могу сказать еще, что после того, как закончил высшую школу по биоэнергетике, я после этого где-то больше 10 лет каждый год ездил по монастырям, церквям, как минимум 2-3 раза в год. По нескольку человек мы ездили как паломники, и просто я привозил людей на эти вычетки, так как, повторяю, я как бы не имел права этим заниматься с некоторой точки зрения. Хотя вполне был способен. И у меня получалось так. Как-то пару раз у меня были случаи спонтанные, когда я проводил биокоррекции над людьми. И, соответственно, спонтанно так выходило, что вот эти энергосущности как-то себя проявляли, и было пару случаев, когда даже выскакивали после моего воздействия. Но это была мелочь, и, в принципе, я за это, конечно, получил, так сказать, поносу. Не буду подробности рассказывать, это долго. Факт то, что это происходило, я-то знаю. Был на вычетках, как в монастырях, так и в церквях. Регулярно ездили мы туда, я, говорю, людей привозил, и сам наблюдал за этим всем. Я только по каким местам я не ездил. Причем было так, что мы специально приезжали целой бригадой, и нас священники водили по таким местам. Вот, например, Киевско-Печерской лавре, там, где обычно никого не водят, то нас водили, показывали по пещерам, по закрытым местам. Нам это все когда-то показывали. Вот, я был и в Киевско-Печерской лавре много раз, и в Почаево, и под Киевом Китаево, ну, и много где. Так что, я в курсе событий, что, чего и как, и как это происходит. Например, для меня это все естественно и понятно. Конечно, для других сторонних людей это может как-то и быть и дико, и не верить в это. Как угодно, это ваше дело. Можете верить, можете не верить. Факт то, что это существует и есть. А я, тем более, с этим знакомый, сталкивался и сам же и занимался еще. Но ситуация сложилась так, что я не собирался проводить никаких обрядов. Просто надо было расшевелить этого энергетического дружка и попытаться с ним договориться в некотором смысле. То есть, пощупать его. И буквально я вот со вторым человеком, с тем, которым надо было поработать, так как я рассчитывал где-то на полчаса сеанс, поставил посох, поставил этого человечка рядом, включил систему, ну, и чтобы не стоять там рядом в ожидании. Мы вот пошли вдвоем, там я как раз на компьютерах собирался кое-что показать. Там всякие дела наши. И буквально мы только подошли к компьютерам в другую комнату. Только так минута прошла и слышим какие-то непонятные, неестественные звуки. Ну, скачили опять назад в комнату, а там уже идет процесс. Причем настолько серьезно, что пришлось человечка прямо усаживать, укладывать, удерживать и направлять. Потому что там и тряска была мощнейшая, и его выворачивало так, что... Ну, подробностей в общем не будем. В общем, было серьезное дело, и процесс мощнейший шел. Причем эта сущность находилась внутри, она там настолько начала себя дико вести, такой панике поддалась, что там внутри бегало туда-сюда. Прямо было видно по человеку, как оно бегает. То вниз, то вверх, прямо то до пяток добегало, и там выворачивало. То есть те места, где эта сущность пробегала, внутри, те места просто неестественные такие состояния принимали. Это было все видно прямо при нас. Но я понимал, в чем дело, что и как. Надо было брать в руки ситуацию. Я сказал человеку другому, чтобы он начал читать молитвы, удерживать его. Сам взял свечи у меня тут были заготовлены специально. Но те паломники, кто были, например, в Иерусалиме, знают там, какие свечи дают. Вот у меня, можете посмотреть. Привозили мне тоже паломники другие, Ну, причем не просто такие обычные паломники, а тех, которых тоже там специально принимают. Вот из Иерусалима. Вот эту свечку, вот можете упаковку посмотреть. Кто был, должны это понять. Вот единственная осталась свечка последняя. Вот такая. Это вот освященно на гробе Господнем. Вот это уже в обычной церкви. Ихней, там же на месте. Вот остались еще такие свечки. Ну, а чтобы подтвердить, что это на самом деле, я тут ничего не придумаю. Вафимейская звезда. Оттуда. Вот это так называемый, как бы, сертификат. Вот печать. Из Иерусалима. Ну, вот иконочка тоже оттуда мне привезли. Это вот все оттуда. Даже вот камни Сеордана, реки Иордан. Мне тут целую пачку привезли. Ладан, масло, ну и так далее. В общем, многое чего мне оттуда привозят иногда. Как раз вот для того, чтобы я мог как-то себе вооружиться этим. Ну, это уже было все давно. Это у меня все, как на всякий случай. Вот этот случай как раз тогда и настал. Зажгли свечи, читали молитвы. Посох я тоже и так, и эдак применял. Там и поближе, и подальше, в зависимости от ситуации. Ломало человека так, что это вот, ну как обычно, показать, что обычно это не скажешь. Вы можете посмотреть, поискать на ютубе всякие ролики по этому поводу, где вычетки проходят и как они проходят. То, надеюсь, поймете, что туда у нас происходило. И, естественно, надо было это довести все до конца. Сам процесс. В общем, конечно, я не рассчитывал и не собирался, чтобы что-то выскакивало. Но, по крайней мере, приструнить и зажать вот эту сущность энергетическую, естественно, было необходимо. И полностью процесс прошел. И в конце, что он настолько зажался, спрятался, мы его уговорили зажаться, что вот стало человеку легче, значительно лучше. И там чувствовалось, человечек был весь мокрый от такого состояния. Так что, был самый настоящий обряд экзорцизма. Для чего я вообще об этом все говорю? Ну, сами должны понять, что ситуация такая, что есть некоторая опасность применения посоха, если пользоваться большими мощностями и не контролировать процесс. То есть, просто будьте внимательны. Я вот и раньше предупреждал, мне все время пытаются уговорить, чтобы я какие-то схемы дал более мощных генераторов и вообще пытаются подключить большие мощности. Я всем говорю, чтобы большие мощности старались все-таки не подключать среднего или слабого. Достаточно генератора, чтобы все нормально работало. Но при больших мощностях вы можете потерять контроль именно над теми, кто одержим, в котором есть эти сущности энергетические. И может произойти вот такая вот заварушка. Но я-то готов к этому, и я знал, как это процессы проходят, и что надо делать для этого. И мог контролировать. Но из вас вряд ли кто смог бы это все сделать. А в чем проблема, как я вам прочитал из Википедии, как вот есть нюанс такой. Вот еще раз повторюсь. Вот когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Так вот в чем дело, что если эту сущность изгнать, то если человек не остановится, ну или духовно останется тем же, кем и был, то сущность может вернуться назад и еще привести других. И тогда будет еще больше проблем. Поэтому эта вещь очень опасная. И доводить до этого состояния нежелательно. Поэтому я хочу предупредить всех, у кого есть посохи или кто их делает, следить за состоянием тех, на кого вы воздействуете. То есть если возникает малейшая какая-то ситуация, когда человека начинает трясти, и дергать неестественно, то лучше сразу прекратить. Значит, у него одержимость. И, конечно, тут надо уже осторожно подходить, потихоньку. Ни в коем случае не включать большие мощности и не продолжать сеанс. Надо остановиться. Вот это вот мой главный посыл. Вы, конечно, можете по-разному к этому отнестись, что что я вам говорю, это ваше дело. Мое дело обязательно вас об этом информировать. Ладно, надеюсь, вы все поняли. И надеюсь, сделает ли для себя соответствующие выводы. То есть посохом, конечно, можно дальше продолжать пользоваться. И очень это полезно. И причем я вот еще дальше буду показывать все новые возможности его. Но именно заостряйте внимание на таких фактах. Если вдруг на того, кого в воздействии начинает вести себя неспокойно и неестественно, то лучше прекращайте. Если вы не знаете, что это такое, то тем более надо остановиться. Другое дело, что если вы знаете, что это, то есть если вы парапсихолог, то все равно надо это дело контролировать и стараться остановиться. Это дело вообще-то священников и специальных обрядов. То есть для этого надо специальные условия и специальные действия. Причем еще один такой нюанс, что вот как я повторил уже, что если он будет изгнан и человек не одумается, то он вернется. Но именно в процессе, если вот эта сущность выскочит из человека, то ей надо куда-то деться. И обычно они пытаются вскочить того, кто поблизости. Если у человека, кто поблизости, нет соответствующей защиты, а именно в церквях или в монастырях, сам обряд предусматривается так, что создается аура этого всего, чтобы бес не мог вскочить ни в кого. Но вы-то вряд ли сможете это проконтролировать. Поэтому могут быть проблемы. Можно заразить энергосущность у другого человека. Поэтому будьте внимательнее. И не делайте больших мощностей. Только если вы уверены в том, что у человека все в порядке с этим, и можно им заниматься. В заключение, кто все-таки, возможно, не понял важности этого события, подчеркну, чтобы совершить полноценную отчитку в монастыре или церкви требуется минимум 2-3 часа. Проведение сложного обряда с множеством священнослужителей, допущенных к этой ситуации. Собирается множество народа и намаливается само место. Только предварительная фаза занимает около часа. В моем же случае, просто был включен посох, и уже через минуту беснование достигло максимального значения. Причем все прошло, как это бывает на отчитках, с начальной, так и конечной фазой. Менее, чем за полчаса. Психология тут вообще нервно курит в сторонке. Так что будьте здоровы, лечитесь, занимайтесь. Новых вам достижений. Вот у нас один вот священник стал отчитывать, стал отчитывать, и на него напал смех. Смех! Смех! И с тех пор все. Начинает служить литургии. Благословенно царство! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Во имя Отца! Ха-ха-ха-ха-ха! И так пришлось его запретить богослужением. Ведь изгонять бесовы – это же чудо Божье! Почитайте Евангелие!